Первую половину своего выступления Иларион Гапецонов посвятил сфере жилищной политики. Он отметил, что по состоянию на 1 октября 2019 года в очереди на получение квартир состояло 4997. Спустя два года этот показатель снизился, но незначительно, до 4951. В 2019 и 20-х годах было выдано 102 свидетельства на право получения выплаты молодым семьям. Были обеспечены все состоящие на учете ветераны Великой Отечественной войны. Выдано 57 свидетельств на право получения социальной выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам. 39 свидетельств многодетным семьям. Напомнил глава Департамента капитального строительства и о том, что под самый занавес 2020-го в рамках реализации федеральной целевой программы городу наконец удалось завершить многострадальный проект. Дом для реабилитированных граждан на улице Комбрига Потапова, тем самым обеспечив квартирами все 69 семей, находящиеся на учете по данной категории. Еще одним подспорьем для решения вопроса сокращения очередей должна стать льготная программа строительства жилья. Благодаря ей город сможет получать квартиры по их себестоимости, что поможет обеспечить квадратными метрами нуждающихся. Следующим этапом мы планируем обсудить те категории граждан, которые могут приобрести данное жилье. Нами подобраны две пилотные площадки для строительства такого типа жилья. Считаю, что данный способ покажет себя с эффективной точки зрения в части реализации, потому что мы не будем практически ни от кого зависеть. Также департамент намерен запустить процедуру льготного ипотечного кредитования. Ставка, утвержденная в госпрограмме жилища, составит 6%. Попутный Ларион Гапецонов отчитался и о проведенной закупке квартир для детей-сирот. В свою очередь он также отметил, что в сфере расселения из аварийного фонда по-прежнему наблюдаются определенные проблемы. За отчетный период предоставлено 48 жилых помещений. В 2020 году закуплено 54 квартиры в строящемся доме, которые в середине 2022 года будут переданы детям-сиротам. У департамента в 2019 году оставались значительные проблемы с реализацией мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Программа 2018, реализуемая с привлечением средств фонда содействия реформированию ЖКХ, не была завершена. Множество собственников жилых помещений не были согласны с предлагаемой выкупной стоимостью, что связано с высоким темпом роста на жилье. Департаменту приобрести жилые помещения не удавалось по той же причине. Как уточнил директор департамента, сейчас многие собственники подобного жилья получили компенсации. Переселить людей из аварийных домов в Георгиевской балке и на улице Яблочковой намерены в Инкерман. Там в скором времени собираются построить дом на 40 квартир. Таким образом, удастся закрыть 42% от общей потребности по расселению. Определенные трудности ощущались и в сфере реализации федеральной целевой программы. В рамках приоритизации мероприятий ФЦП 79 объектов, которые планировались к реализации в 2020-2021 годах, перенесены на 2023-2024 год в связи с некорректной проектной документацией, значительным превышением стоимости строительства и изменением действующего законодательства Российской Федерации. Как пример, можно привести существенные изменения требований к гидротехническим сооружениям. Депутатов законодательного собрания Севастополя заинтересовало, как в городе реализуется программа модернизации объектов спорта. И если реконструкция действующих объектов, хоть и не без трудностей, продолжается, то со строительством новых существенного прогресса парламентарии не наблюдают. Иларион Юрьевич, а можно назвать, какие и сколько спортивных объектов за 7,5 лет построено в городе Севастополе, кроме тех, которые подлежали капитальному ремонту или реконструкции? То, что Сладкова-1 вы назвали, введен в эксплуатацию с искусственным покрытием, это реконструкция. И когда все-таки начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для людей с ограниченными возможностями здоровья, по адресу Стрелецкий, спуск-1. Долго ведется проектирование, действительно, с 2018 года. По различным причинам департамент не мог получить комплексное положительное заключение экспертизы. В первую очередь, это связано, я уже говорил о том, что это превышение предельных лимитов, отведенных в рамках этого мероприятия. Это создает департаменту определенные проблемы с получением положительного заключения. Требуется дополнительный источник финансирования этого объекта. Построено, наверное, не одного. То есть все эти мероприятия планируются на 2021-2022 год. До сих пор не ясны перспективы развития спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. В первую очередь, легкоатлетическое ядро сдана, но газон оказался не готов. Сроки реконструкции бассейна, являющиеся вторым этапом работ, сдвигаются. Туманные перспективы недостроенного ледового катка и цирка поблизости. Мы неоднократно говорили о том, что вместо цирка там было бы целесообразно строительство спортивной гостиницы или хотя бы спортивного интерната, единственного в городе. Скажите, пожалуйста, учтено ли мнение депутата? Однозначно ответить на данный вопрос чиновник не смог. Проектом планировки территории в районе 7-го километра предусмотрена территория под застройки будущего госцирка. И данные предложения, направленные в руководство Росгосцирка, правительством рассматривался вопрос о строительстве вместо временного размещения цирка в районе улицы Золотой Балки строительства спортивной гостиницы с целью привлечения спортсменов на проведение тренировочных мероприятий и спортивных соревнований. Замечения вызвали и сам принцип определения объектов спортивной инфраструктуры, необходимых для Севастополя. В нашем городе нецелесообразно строительство трех ледовых катков дополнительно к имеющимся. Но хотя бы потому, что это повлечет огромную нагрузку на бюджет города. И детям, живущим у моря, прежде всего нужно научиться плавать. Поэтому вопрос такой. Скажите, пожалуйста, учтено ли мнение депутатов, севастопольцев и планируется ли строительство нового бассейна, не считая двухсотлетий? Что касается катка. Как вы знаете, в районе улицы Золотой Балки, так называемый спортивный кластер, в рамках федеральной целевой программы предусмотрено строительство ледового катка вместо катка, которое не было завершено строительством еще с украинского периода. Проектная документация получила положительное заключение с существенной превышением предельной стоимости строительства. В дальнейшем общественность будет, учитывая мнение депутатов, будет принимать решение о целесообразности строительства его на этом месте. Что касается других бассейнов, Иларион Гапецонов напомнил о создании подобного объекта в районе бухты Казачьей. Реализация его также перенесена на 2024-2025 годы. Не обошли стороной депутаты и сферу здравоохранения. Жителей волнует, когда будет закончен капитальный ремонт поликлиники номер 2 на Ярошенко. И второй вопрос, также, собственно, по объектам здравоохранения, но очень волнует жителей, когда, на какой стадии, вернее, находится проектирование поликлиники для взрослых на Шевченко, и на какой стадии проектирования амбулатории на Фиолентовском шоссе, и когда планируется приступить к строительно-монтажным работам. Ситуацию с поликлиникой на улице Ярошенко чиновник назвал очень радужной. Мы в этом году заканчиваем первую половину данного медицинского учреждения. Все это связано с тем, что работа производится в действующей поликлинике. Было освобождено одно крыло, объект в стадии завершения. В декабре буквально мы с врачами договорились о перемещении их уже в отремонтированные помещения. И уже в будущем году мы приступим ко второй половине. Причины задержки капремонта остаются классическими. Некорректный проект и неправильные технические решения. Что касается поликлиники на улице Шевченко и амбулатории на Фиолентовском шоссе, по обоим проектам уже заключен государственный контракт и выплачен аванс. В будущем году подрядчик приступит к реализации этих двух медицинских учреждений. То есть строительно-монтажные работы уже в следующем году? Так точно. Проектирование сейчас ведется полным ходом. Планируем в марте получить положительное заключение и приступить к строительно-монтажным работам двух медицинских учреждений в рамках национального проекта. Интересовала парламентариев и судьба скандальных долгостроев. Один из таких – канализационные честные сооружения «Южные». Попрошу вас актуализировать ситуацию, скос «Южная» какая история, на каком этапе процесс. И прокомментируйте, пожалуйста, вот еще что. Насколько я понимаю, утверждено такое техническое решение, как отказ от строительства отдельных очистных в Балаклаве и переброска этих стоков из Балаклавы по некоему трубопроводу на Кос-Южное. Где пройдет этот маршрут трубопровода и затронет ли он какие-то земельные имущественные интересы? Я хочу снять все опасения. На сегодняшний день ведется активная фаза строительства. Существенно откорректирована проектная документация. Главгосэкспертизой одобрено. Эксклюзивные условия для заказчика – это прохождение и получение комплексного положительного заключения на этапы строительства, то есть по пусковым корпусам. Работы ведутся без остановки. Проектная документация откорректирована практически на 95%. Что касается Балаклавы, действительно, нами было принято решение об исключении данного мероприятия. Это как минимум связано с тем, что в ближайшее время начнется строительство яхтенной марины, то есть это будет такой курортный уголок райский города Севастополя, и наличие там очистных сооружений не совсем будет правильно. Чуть позже стало известно, что накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел целое выездное совещание на территории Кос-Южной. Среди главных проблем в ходе встречи были выделены неточности в проектной документации и скачок цен на материалы, необходимые для строительства. Сейчас на объекте трудятся более 50 человек и 7 единиц техники. Операция в работе обещают на передовой опыт, а очистные сооружения, как обещают власти, войдут в число образцовых в рамках нашей страны. Депутат Вячеслав Горелов не обошел стороной вопрос комплексного развития территории Севастополя. Он попросил уточнить, почему обязанности по столь серьезной задаче были доверены в равной степени сразу двум департаментам – капитального строительства и архитектуры. Департамент капитального строительства является заказчиком градостроительного анализа, но это только подготовка градостроительной документации с целью передачи ее в дальнейшем в департамент архитектуры и за реализацию комплексного развития территории по уже проведенным производственным совещаниям решено ответственным органам оставить департамент архитектуры и градостроительства. В целом парламентарии одобрили доклад Илариона Гапецонова о работе департамента капитального строительства и поблагодарили его за развернутое выступление по теме. Кирилл Попов, Севанформбюро. Кирилл Попов, Севанформбюро.